Дорога к дому 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 Я подумала, подумала, мы решили жить теперь. Снимаю в квартире за речи. Но пока у молодой пары практически нет средств к существованию, да и отношения еще не налажены. Брак не зарегистрирован, а доверчивая, плохо слышащая девушка, да еще с младенцем на руках, может оказаться абсолютно беспомощной. Анна плохо разговаривает и плохо слышит. Кроме глухоты, у нее много сопутствующих таких заболеваний. И она этого очень стесняется. Поэтому, может быть, это одна из черт ее характера, она стесняется просить о помощи. Я, как куратор, приходя в семью, вижу, например, что у них старенькая советского типа кроватка и такой поролоновый коричневый матрас. На таком уже давным-давно дети не спят. И я не знаю, вообще в советское время спалили, потому что, по-моему, на моей памяти были ватные такие матрасики. Так вот, с моей точки зрения, как куратор этой семьи, конечно, для безопасности ребенка, для здорового сна, нужна хорошая кровать с матрасиком. Может быть, кокосовая у кого-то остается из гаража. В общем, нужно от кровати с матрасом. Но сама Аня мечтает еще о красивом балдахине. Она хочет, чтобы это все... Вот у нее пока такие есть представления, что создать уют-гнездышко какое-то, уютное гнездышко о ребенке. Она очень ждет ребенка, готовится к нему. У нее будет мальчик. И поэтому, если будет возможность у кого-то отдать кроватку с матрасом, а еще и балдахин подарить мечтающей Ане, это было бы замечательно. Очень хочется, чтобы такой открытый, светлый, доверчивый человек, как Аня, не потеряла эту самую веру в мужчин, в людей вообще. Она будет нежной и заботливой мамой, так говорят специалисты. Главное, поддержать девушку сегодня. Кроватка, матрас, детское белье, пеленальный столик или доска, ползунки. Все, что необходимо на первое время, в наших с вами силах, проявить сочувствие и помочь этой молодой маме. В 2015 году в России почти на 20% снизилось число детей, от которых отказались матери в родильных домах, по сравнению с 2014 годом, и на 25% по сравнению с 2013 годом. Это официальная статистика Министерства здравоохранения. В Череповце эти цифры, благодаря работе программы «Дорога к дому», еще более позитивные. Психологи убеждают молодых мам не бросать своих новорожденных детей, ведь такую ошибку очень сложно исправить. О том, почему же женщины решаются на такой шаг, смотрите далее. Девчонки, прошу, пожалуйста, дорожайте вы, подумайте сначала, что вы делаете, если будете отказываться от ребенка. Эта женщина в отчаянии. Сегодня она пытается вернуть себе своего родного сыночка. Говорить о своей беде крайне сложно. Это настоящая драма для матери. Я родила мальчика в городской больнице. Мальчик совершенно здоровый. Не знаю, что мне в то время. Но я решила написать отказ. Причина одна. Я просто подумала, что мне их не вытянуть. У меня дочка вот есть, еще сын. Но я думала, мне не вытянуть обоих ребят. Что случилось с отцом ребенка? Отец ребенка. Отец ребенка. Встречались с отцом ребенка. Когда узнала ребенка, он сказал, мне не надо. Это уже было на поздних сроках. Реботу тоже не сделаешь. Я решила родить. Сначала вроде подумала, да я наплевать, рожу, оставлю. А потом подумала, какая у меня зарплата. Я работаю уборщицей в магазине. Зарплата 10 тысяч. Подумала и решила, что мне не вытянуть будет двоих ребят. Дочка у меня в школу ходит. Решила написать отказ. Вы написали отказ когда? В этот же день, когда родили? Да, написала отказ сразу. С какими чувствами написали отказ? Было больно. Вроде и мое и отдавать неохота. И понимаешь одновременно, что не вытянуть. Поддержки не было совершенно никакой. Если честно. Да и сейчас-то ее, в принципе, нет. Вот кроме вас. В какой момент вы решили изменить свою жизнь? Замеренно отказаться. Ну, отказ был написан, было написано согласие на остановление ребенка. Эти документы, что вы опять? Где-то неделя прошла, и я все, я поняла, что... Я совершила ошибку. Эту ошибку теперь трудно исправить. Трудно, но в то же время возможно. После того, как подписываются отказные документы, ребенок становится, говоря казенным языком, государственным. Сейчас он в доме малютки. Органы опеки и попечительства готовы пойти навстречу женщине и вернуть дитя. Но букву закона тоже нужно соблюсти и показать, что у нее есть условия для жизни малыша. Необходимые вещи – быт. Как оказалось, нет холодильника, а он необходим. Это не роскошь, а крайне нужная бытовая техника. Есть еще одна просьба к неравнодушным людям. Очень плохой старенький телефон. Ей бывает не позвонить в тот же самый дом ребенка, потому что телефон не звонит. Она не принимает вызовы, так как он на нее не работает. Мне, как куратору этой семьи, бывает сложно связаться. Ей приходится все время их разыскивать, в том числе по месту жительства. Если есть у кого-то дома лежит ненужный телефон, это не обязательно какой-то крутой новой навороченный. Много было в семьях, которые ненужные телефоны, дети играют, но рабочие при этом. Я думаю, что данная семья была бы благодарна за такую поддержку тоже. В съемной комнате общежития еще нужно собрать кроватку, но это мелочи, говорит женщина. Главное скорее устроить быт, чтобы маленького сына вернули маме. Очень нужен холодильник. Любой. Главное в рабочем состоянии. Наша следующая героиня стала мамой год назад. Сегодня Светлана воспитывает дочку Карину. Малышка родилась в срок, но вес набирает очень плохо. Хотя молодая мама изо всех сил старается обеспечить малышку питанием. Однако в одиночку. Да еще всего вдумайтесь на одну тысячу рублей в месяц. Прожить практически невозможно. Знакомьтесь, это Светлана Столярова, ее доченька Карина. В голубых ползунках, будто мальчуган не поседа, а в голубом платьице уже настоящая принцесса. Мама Света очень хочет дать своей кровинушке много-много ласки и любви. И, пожалуй, это единственное, что удается. В остальном многого не хватает. Молодая женщина растит малышку одна. Родителей у меня нету. И когда мне было 17 лет, они умерли родители. Сначала мама, потом папа. Никакой поддержки даже никакой нету. Ни бабушек, ни дедушек. Живу, ну что, одинокого. Снимаю комнату за три тысячи. Снимаю эту комнату и живу одна, что мать-одиночка. Я не работала. Я работала как бы не по трудовой, а по договору. Мне там никто выплачивать не будет. Я в ресторане работала посудомойщицей. Когда я узнала, что я забеременела, я ушла оттуда. Декретных у меня нету, потому что по договору работала. Пособия детские я получаю 4200. И как бы мне охота есть все равно всем чем-то побаловать. Но у меня не хватает денег. За комнату плачу 3000. И 1000 остается. Вот на эту одну тысячу рублей женщине приходится выживать. Иначе не скажешь. Поэтому главное, в чем она нуждается, это материальная помощь. В первую очередь на питание для Карины. На питание не хватает у меня, потому что тысяча только уходит на нее. Ну, каждый день покупать вот кашу за 100 рублей. 90 с чем-то они стоят. Она у меня съедает эту кашу за сутки. Так ей тоже надо и яблочко, и конфеты, печенье. И, конечно, лекарства. Стоит малышке приболеть, это становится настоящей катастрофой. В поликлинике у нас вот это все ставят. Не хватка тела массы, чтобы она у меня родилась маленьким весом. Вот. Мы сейчас вот год, нам год, и мы весим 7 килограмм. Что нехватка у нас веса и рост маленький. И все думают, что она как Крина недоношенная, но она в срок родилась. Светлана сейчас ждет, не дождется путевки в детский сад. Тогда можно будет выйти на работу, будет полегче. Но сейчас, надеяться, приходится на добрых людей. А их среди наших зрителей немало. Если вы можете помочь этой молодой маме или другим женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, обращайтесь в проект «Млада. Дороги к дому». К слову, этот проект работает в Череповце почти 5 лет и помог вместе с вами, сотням женщин. Только с начала этого года на сопровождении специалистов «Млады» было 45 семей. Из них почти половина уже сумели преодолеть свои трудности, встать на ноги, почувствовать уверенность в завтрашнем дне, своем и своего ребенка. Если говорить в целом о потребностях клиентов проекта «Млада», то самое востребованное всегда – это вещи для новорожденных, для малюток на рост 52-56 сантиметров. У нас здесь закончились наши ресурсы и запасы, а семей, которые именно поджидают рождение детей, сейчас достаточно, больше 20. Поэтому очень актуальна одежда на новорожденных. Это и комбинезоны, и ползунки, и распашонки, и верхняя одежда по погоде. То есть это конверты, это комбинезоны, в которых мама с ребенком сможет гулять. Вот буквально сегодня приходила мама, у которой комбинезон ребенку на полтора года-два вперед, а ему сейчас еще нет двух месяцев, и он неловко там падает в этом комбинезоне. Поэтому вот такие вещи, они всегда востребованы. Не так, что каждой семье, но каждой третьей-четвертой семье точно нужны такие вещи. Совсем не обязательно, чтобы одежда была новой. Если вам кажется, что пеленки, распашонки вашего подружшего малыша никому не нужны, ошибаетесь. К тому же дети растут так быстро, что некоторые кофточки и ползунки даже не успевают поносить ни разу. Наверняка многие родители это знают. Мы очень просим неравнодушных мамочек и папочек, бабушек и дедушек найти немного времени, собрать вещи, в которых росли ваши крапузы в первый месяц жизни, и привезти их на Горького 28. Напомним, что Млада располагается в здании городского гинекологического отделения. Без работы с двумя детьми, один из которых практически постоянно болеет без мужа, без алиментов. Лилия Яровая попала в крайне сложное положение. Помощи ждать неоткуда. Женщине очень нужна работа. Возможно, на дому или с укороченным графиком. Иначе ей самой не вырастить мальчишек. В проекте «Новый путь» ей, конечно, помогают, но и наша с вами помощь очень нужна. Знакомьтесь, это Данил и Кирилл. Мальчишки, как большинство, любят поездки на дачу, рыбалку, футбол. Правда, старший, Даня, не совсем здоров. У него задержка в развитии. Ребенок учится в коррекционной школе, нуждается в особом уходе. И все эти заботы всецело лежат на плечах мамы Лилии Александровны. Я тут долгое время у него выясняла причину, почему он так долго болеет у меня. По две, по три недели с соплями сидим. Я все думала, что у него аллергическое что-то. Ребенок раз очень аллергичный, но ничего не показала. Это, оказывается, у нас сосудистое, вегетососудистое заболевание. Вот из-за этого он, если что-то перенервничает, он сразу у меня заболевает. Так как он часто у нас зимой у меня болеет, я из-за этого ни в одном месте долго не держат. Что в детских садах работала? Вместе с ним работала в детском саду. На одной группе, а на другой группе работала. Часто болеет. И все. Такие работники, как сказать, место занимают просто. И еще надо больничный оплачивать, а человек не работает. Я где-то с девяти часов могла бы работать. И в три часа его надо забирать. А из-за этого везде работать надо в основном с восьми часов. Где-то вообще с семи. И чтобы я могла свободно его и в школу отвезти, и потом, чтобы сама забрать, уроки с ним делать. Семья живет в крайне стесненных условиях. И будет очень благодарна, если горожане предложат Лилие Яровой работу с подходящим графиком. Или на дому. Она растет сыновей одна. Денег практически нет. Нет и стиральной машинки. Возможно, наши зрители смогут чем-то помочь. Друзья, благодаря вам очень многие семьи, клиенты программы «Дорога к дому» уже получили адресную помощь. Устроились на работу. Однако есть и те, кто по-прежнему нуждается в нашей с вами поддержке. Вспомним участников наших прошлых передач. Дружная многодетная семья Куликовых просит неравнодушных горожан, бизнесменов, возможно, мастеров, занимающихся изготовлением мебели, помочь им сделать или приобрести кровати-трансформеры. Кроме того, семье нужен вместительный холодильник. У Архиповых младшенькая дочка родилась раньше срока с критически низким весом. Малышку выходили, но таким детям приходится очень долго догонять своих сверстников. И затрат на лечение недоношенных детей нужно много. Зарплаты папы едва хватает на питание, а вот спать взрослым не на чем. Очень нужен диван или кровать, а также качель для малышки. У супругов Зайнулиных непростая жизнь и серьезные ошибки за плечами. Однако они верят, что все наладится. В семье двое детей. Но ни мама, ни папа не могут найти работу, не хватая денег. Возможно, среди наших телезрителей найдутся те, кто отдаст стиральную машинку. Пока все, включая пеленки и ползунки, приходится стирать руками. Глава семейства долго работал в такси и надеется, что его навыки окажутся снова востребованными. Антонина Анатольевна воспитывает одна внука-инвалида. Пока не оформлено опекунство, приходится существовать на пенсию. Чтобы справиться с ДЦП и врожденной косолапостью, нужна постоянная реабилитация и ежедневная лечебная физкультура. Для этого необходим спортивный уголок, хотя бы шведская стенка. Мы знаем, что коллективы спортивных магазинов делали такие бесценные подарки детям-инвалидам. И надеемся, что и в этот раз горожане проявят участие. Если у вас есть желание помочь детям, вы можете позвонить в благотворительный фонд «Дорога к дому» в Череповце по телефону 20 14 70. Вся информация на сайте дорога-к-дому.рф. В трудную жизненную ситуацию может попасть каждый. Не будьте равнодушны. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!